В 21-й Сергиево-Пасадской школе в 2019 году отремонтировали спортивный зал и крышу, установили площадку с тренажерами на улице. Депутаты от фракции «Единая Россия» местные и областные через два месяца после начала учебного года проверили, не появились ли проблемы после завершения работ. Мы смотрим выборочно те объемы, которые проводились с точки зрения капитальных ремонтов в этом году. Смотрим, что сделано. В частности, сегодня мы были в 21-й школе, достаточно большой, я должен сказать, качественный ремонт выполнен. Кровля. Мы посмотрели, как там, те объемы, которые запланированы, как они выполнили. Убедились в том, что ничего не течет. Крышу в здании не ремонтировали минимум 20 лет. Вода протекала в некоторые классы, текущий ремонт не спасал. За местные деньги минувшим летом отремонтировали капитально. С 2000 года крыша протекала. По каким причинам? Искали 20 лет эти причины. Ну и было принято решение, чтобы, в общем-то, ее заменить. Заменили, вот были дожди уже, сильные дожди были, но протечек нет. Будем надеяться, что следующие поколения будут жить под хорошей, надежной крышей. Спортивная площадка с турниками, теннисными столами, баскетбольным кольцом тоже появилась в школе к началу учебного года. Директор школы Наталья Горбунова рассказывает, когда тепло, в пересменку, дети с учителем выходят сюда гулять. Физкультурой на площадке занимаются до трех классов одновременно, а на теннисных столах планируют проводить соревнования. Сейчас готовятся соревнования колледжей по настольному теннису. Мы к себе в школу приглашаем провести эти соревнования и предлагаем, говорим, пожалуйста, пока погода позволяет, вы можете и на улице тоже использовать эти наши теннисные столы. У нас сейчас здесь контроль, мы смотрим, как эти все работы были проведены, везде прошли. Ну, все замечательно, конечно, нужно, чтобы больше таких мест, больше делалось таких вещей по всем школам. У нас на самом деле их очень много, и я думаю, что есть моменты и нюансы, где нужно менять лучшую сторону. Депутатские рейды в соц. учреждения будут продолжаться в планах объекта культуры. Александр Бурмистров, Евгений Шевченко, программа «События».